Здравствуйте, меня зовут Наташа Фохтина. Я, как всегда, рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас очередной урок декупажа, но не простого, а так называемого художественного. Чем же он так отличается от обычного? А тем, что это такой вид рукоделия, где вырезанный объект как бы сливается с фоном изделия, создавая эффект целостности произведения. Есть несколько направлений, в которых можно работать. Первое – это когда вырезанный рисунок гармонично сочетается с фоном. При декорировании используются те же цветокрасок, что и на фрагменте. Направление второе – это когда мы вписываем наклеенный рисунок с помощью теней в предмет, добавляя ему глубины. Третье направление – это когда вырезанные объекты вписываются в среду, в которой они могли бы находиться. Вспоминаем Ивана Ивановича Шишкина и его картину «Утро в сосновом бару». Мишки, нарисованные художником Савицким, в нашем варианте выступают как декоративные фрагменты, а уж сам сосновый бор – чудесной декорацией. Вот вам я и предлагаю стать настоящим художником и попробовать себя в этом нелегком труде. Кстати, если кто-то засомневается в вашем художественном таланте, то предлагаю воспользоваться крылатой фразой настоящего художника. А я так вижу. И еще хочу рассказать про материалы. Данного эффекта можно достичь, используя пастель, акварельные карандаши и замедлитель высыхания акриловых красок. Кстати, материал очень удобный. Он действительно замедляет высыхание акриловых красок на срок до часа, позволяя прямо на изделии делать мягкие переходы между цветами, давая возможность им перейти из одного в другой. Итак, предлагаю вам выбрать для себя более приемлемое занятие. И обращу ваше внимание на то, что вещицы у нас сегодня очень простые в изготовлении, и их сможет сделать даже ваш ребенок. И не забудьте, что работать вместе с вами ему будет гораздо интереснее. Для начала попробуем сделать вот такую забавную тарелку с тыквами в технике художественного декупажа. В этом варианте с помощью замедлителя акриловых красок, смешивая различные цвета, рисуем тени и фон для нашего бумажного декора. Тарелочка получается глубокая и нарядная. Мне кажется, что она очень украсит ваш загородный дом, да и может стать очень хорошим подарком для знакомых дачников. Эта тарелочка с популярным букетом может быть сделана, что называется, на скорую руку. Используем всего три цвета – желтый, коричневый и зеленый. Наш букет как бы утопает в дымке за счет того, что края изделия более явные и четкие. В общем, вещица довольно милая и неплохо украсит интерьер ярким радостным пятном. А уж простота изготовления – ее явное преимущество перед другими декоративными объектами. Ну и вернемся к Шишкину с Савицким, то есть к нашим гусям, которых уже за нас нарисовал гениальный художник. Предлагаю почувствовать себя пейзажистом и поселить птиц вот на такую замечательную поляну. Думаю, мастерства и усердия, чтобы нарисовать траву, ромашки и небо с облаками у вас в достатке. Хотя, кто знает, если вы сегодня начнете рисовать с этого простого изделия, то завтра, может, и на мишек в лесу замахнетесь. А что ж, и замахнемся. Я в этом просто уверена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, начнем с тарелки с тыквами. Берем обычную фаянсовую заготовку и обезжириваем ее спиртовым раствором. После этой обязательной операции грунтуем ее белым акрилом, двумя слоями с промежуточной сушкой. Ну и можем переходить к выбору декора. Я взяла трехслойные бумажные салфетки с нарисованными на них тыквами. Вырезаем рисунок, отделяем верхний красочный салфеточный слой от двух ненужных и прикладываем его в центр нашей тарелки. Берем плоскую, не очень жесткую синтетическую кисть и клеем для декупажа, приклеиваем наши овощи к тарелке. Хорошенько разглаживаем кистью с клеем мотив из центра в стороны. И подсушиваем его феном. Теперь воспользуемся замедлителем высыхания акриловых красок. Его мы добавляем в пропорции 1 к 10 к акриловым краскам. Перемешиваем хорошенько и рисуем. Чтобы заполнить фон изделия, мы мысленно разделяем тарелку на отдельные цветовые части. Темная вокруг мотива и по краям тарелки, а светлая между ними. Берем уже смешанные цвета и мягкой кистью переносим их на нашу тарелку. Поскольку замедлитель высыхания акрила позволяет нам в течение часа работать с ложной краской, то мы с легкостью сможем смешать некоторые цвета прямо на тарелке, как на палитре, и сделать переходы между ними более мягкими. Специально для вас я провела эксперимент. И смешала замедлитель с краской в другой пропорции. Не 1 к 10, а 10 к 1. Вот именно в этом месте я очень хочу напомнить вам о том, что все же стоит читать надписи на бутылочках и соблюдать рекомендации. Так вот, если вы положите в краску замедлителя больше, чем следует, то вы вряд ли дождетесь высыхания изделия в ближайшее время. Ну, а если дождетесь, то эта вещица в качестве подарка будет уже неактуальна. Я, например, ждала высыхания тарелки 2 дня и уже хотела смыть декор, чтобы сделать все как надо, но вовремя остановилась, поскольку безвыходных ситуаций не бывает. Вот вам инструкция, полученная в процессе спасения декоративного объекта. Берете свою тарелочку, ставите ее в духовку и сушите при температуре 120 градусов в течение получаса, ну или дольше. Это зависит от количества добавленного замедлителя и переносимости дымовой завесы. В общем, у меня все высохло, и я показываю вам результат мучений. Вообще-то я сделала и другую тарелку по правильной инструкции, добавив капельку замедлителя. Но цвета смешались не так и получились более яркими. Мне эта технология не понравилась, а вам выбирать. Но скажу только одно, что чаще всего поиск дает нам интересные, неожиданные и нестандартные идеи. А иногда, хотя главное, это вовремя остановиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА